всем привет наши дорогие друзья хочу вас познакомить с нашим детским садом у нас сейчас девять щеночков кто следит за нашим каналом знает что наши собачки с разницей в три дня мишель и моника родили щеночков у моники у нас три щенка два мальчика и девочка а мишелька родила 6 девочек и многие наши подписчики наблюдают как наши малыши растут сейчас им уже чуть больше трех недель они уже открыли глазки они уже встали на лапки уже вовсю ходят уже пытаются даже играть у нас здесь лежат игрушки но с игрушками они пока не играют игрушки сейчас им нужны для того чтобы во время сна к ним прижаться и чувствовать себя защищенными между собой они играют они друг дружка знают все вместе одной кучкой любят поспать мы уже начали немножко их прикармливать для того чтобы разгрузить наших мамаш когда собачки были маленькими их было довольно легко выкармливать не было сложности миша и моня делают это вместе но для того чтобы сейчас щеночки уже побольше они уже как маленькие насосики и для того чтобы собак разгрузить уже пришло время давать первый прикорм прикорм я выдаю такой наш сухой корм окана я вот в такую кашицу размачиваю и по чуть-чуть пока с рук я им даю пробовала давать с мисочки но они туда залезают с лапами со всеми делами и пока они к этому не готовы и поэтому я кормлю их немножко с рук и потом из пипетки даю немножечко водички и также они продолжают пить мамино молочко корм им очень нравится первое время мы по чуть-чуть размачивали и давали прямо в ротик а сейчас они уже знают этот запах и уже сами кушают сами кушают они очень ручные они любят на ручке вот стоит вольер залезть вольер у них такой пока небольшой они в нем здесь тусуются им вполне этого достаточно рядышком мы положили пеленочку и они стараются не писать и не ходить в туалет не какать на месте где они спят они уже умненькие когда они просыпаются они топают сюда вот можете увидеть они уже стараются писать на пеленочку конечно бывают промашки кто-то не успевает дойти такое большое для них расстояние пока но стараются старается видно что они уже стараются кто-то спит кто-то ползет кушать будем они правда нет недавно совсем покушали они наверное еще у нас не голодные вот таким вот образом я прям рукой подношу под ротик так и не хочешь а кто-то уже к миске добрался вот смотрите как мы уже вовсю наяриваем до рычи знаете я сегодня так была удивлена у нас были открыты окна и на улице гавкала какая-то собака и один из наших щенков подорвался и стал лаять в ответ уже совсем взрослые несмотря на то что они еще такие малявки так кто у нас следующий не мне мне они уже хорошо запомнили запах и кушают по многу не даем совсем в капельку вкусно совсем скоро мы уже начнем из месяца кушать но пока вот так мне многие подписчики спрашивают как же мы их не путаем где моня на щеночке где миши на щеночке если честно несмотря на то что их так много несмотря на то что их девять мы уже каждую мордочку запомнили и всех знаем кстати задание для вас нам сейчас нужно будет придумывать имена для наших собачек поэтому давайте подключайтесь и тоже что-нибудь пишите какие у вас есть варианты ну все мы немножечко перекусили кто-то уже завалился спать вот так вот лапки откинул кто-то на ручки просится иди на ручки эти сладенькие а кто-то ходит и задирает своих братиков и сестричек да кто такой у меня лохматый несмотря на то что щеночки у нас еще совсем маленькие совсем крошки и отдавать в новые семьи мы будем их только после двух месяцев после того как будет стоять чип и будет сделана первая прививка будут подготовлены все документы несмотря на это три щеночка у нас уже зарезервированы один мальчик и две девочки люди уже внесли за них залог и ждут когда же можно будет их уже забрать домой щеночков щеночки у нас еще продаются да у нас еще осталось шесть щеночков которые не в резерве но хочу вам напомнить наши дорогие друзья что мы находимся в израиле и щеночков в другие страны мы отправлять не будем потому что мне очень много пишут из страны снг из россии также из украины с просьбой продать щеночка но мы в израиле поэтому друзья если вы также в израиле как и мы то пожалуйста конечно очень хотелось бы пообщаться по поводу продажи в другие страны щеночки не поедут наша мама мишель и моника без проблем заходит наш вольер а для щеночков стоит загородка для того чтобы они у нас не разбуливали по всей квартире для того чтобы они не смогли себе сами навредить никуда заползти чтобы все было под контролем а мама без проблем туда-сюда ходят вот наша моничка пришла сразу окулята налетели где же вкусная мамина молочко несмотря на то что они сытые все равно они никогда не против отведать его до моничка собачки наши чувствовать себя прекрасно хорошо для тех кто интересуется все у нас нормально после после родов никаких осложнений этот вы не пошло не кушал прекрасно мы им даем дополнительные кальций поэтому они у нас вот такие вот бодренькие щеночки уже улеглись у нас я вот разложила вот вольере у нас лежит мягкий плед и вот такие вот разные мягкие тряпочки шарфики потому что им не хочется спать на каком-то открытом пространстве им хочется куда-то замотаться куда-то уткнуться почувствовать какую-то тепло они всегда стараются друг дружке прижиматься и мы вот здесь на раскладывали мягких пледов и мягких игрушек поэтому они чувствуют себя здесь комфорте и в заботе да вот такая вот у нас банда очень бегаем если вы еще дорогие наши зрители не подписаны на наш канал обязательно подписывайтесь смотрите за тем как наши щеночки растут как они развиваются смотрите как они были еще совсем крохами маленькими наши предыдущие видео поэтому я надеюсь что вы будете с нами ставьте колокольчик когда подписывайтесь для того чтобы видео не пропустить ой потому что они такие забавные у них сейчас такой интересный период когда они меняются когда они взрослеют скоро они начнут играть с игрушками бегать у нас по квартире будем их отпускать для того чтобы у них было больше пространства очень забавно и смешно за ними наблюдать сделайте это вместе с нами а сегодня наши малыши уже будут отдыхать спасибо что в очередной раз были с нами всем пока пока